Всем привет, друзья! С вами снова Валерий. Остановился я на том, как я попал в офис АЭС, где я был арестован. После чего меня два дня допрашивали, увозили в местную тюрьму, потом привозили. Потом в конце концов увезли на постоянное место жительства, как говорится. New York County Prison. Тюрьма, городская тюрьма города Юрка. И там, в общем, детеншелл-центр и находится порядка полторы-две тысячи иммиграционных заключенных там временно. И около тысячи местных. Там мелкие нарушения, там мошенничество, пьяный за рулем, все такое. Какой контингент там встречается? В основном это граждане Латинской Америки. Сальвадор, Гватемала, Бразилия, Мексика, Доминикана, Куба. Венесуэла. Ну и, в общем, такой контингент. И процентов 3-4 это наши русскоязычные соотечественники. Украина в основном, Грузия, пару чеченцев я встречал, русские очень мало и представители Средней Азии. Пару киргизов я встречал и еще там несколько узбеков было, но я их не видел. Там мне говорили, что они там тоже находятся в каких-то других блоках. Что делают эти ребята? Это просто вообще жесть. Они, для них сейчас закрыт въезд в Мексику. Их не пускают. Они покупают в России левые паспорта русские. Я не знаю, за какие-то космические деньги. 12-15 тысяч долларов. Езжают в Мексику через транзитные страны. Через Турцию езжают по своим паспортам. А оттуда уже летят по этим липовым документам. Доминикана, Куба. Заезжают туда и оттуда в Мексику. Попадают в Мексику, идут на границу, сдаются. А дальше? А дальше ничего. У них ни кейса, ничего вообще. Я не знаю, на что они рассчитывали, попадая в ДТ. И они понимали, что они будут задержаны. И вот они сидят там, и их пачками сейчас депортируют. И деньги это просто выброшенные вообще в воздух. Никуда. Лучше бы сделали себе нормальный кейс. У нормальных ребят, которые этим занимаются. И я не знаю. Это очень глупо. Очень глупо. Ну и естественно, конечно, в ДТ не без адвоката. Это беда. Я видел, много борются сами. Даже такие сообразительные ребята. Английский знают хорошо. Но дело в том, что тем материалом, который они пользуются в тюрьме, это Low Library, библиотека. Там все проигрышные кейсы. Там невозможно построить защиту. Я не знаю. И поэтому они сидят там 6, 8, 12, 14, 20 месяцев. Подают апелляцию в другие суды. Поэтому мой вам совет. Подготавливайтесь. Ищите людей, ищите материал. В интернете всего очень много. Кто ищет, тот всегда найдет. Не делать это так, как вот эти ребята из Средней Азии. Просто выбрасывают деньги в никуда. Причем для их страны это сумасшедшие деньги. Всем удачи. Хорошего дня.